13.05 в Кирове на 101.фм программа «Особое мнение». Напротив меня сидит Николай Гойликов, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Меня зовут Юлия Афанасьева. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день, всем приятного аппетита. Завидуйте мне, я сижу напротив прекраснейшей женщины. Завидуйте мне все. Я вначале проанонсирую, как можно с нами связаться и задать вопрос нашему гостю. Во-первых, это раздел анонса сайта iho-kirova.ru. Вы можете писать вопросы всем нашим гостям туда. Мы в первую очередь их озвучим, и, конечно же, гости на них ответят. Также можно писать в течение программы мне в Твиттер. Буду обновлять по мере возможности и также отвечать по мере возможности. Ну что, Николай, так получилось, что основная масса моих вопросов снова политические или околополитические. Это на самом деле не специально. Я ничего против политики не имею. Это веселая тема. Ну, вот я видела, как вы веселились вместе с редактором портала «Семь на семь». С Леной Соловьевой? Да, совершенно верно. На крылечке в местечке Гажа Гор. На крылечке в местечке у вас было совершенно неописуемое, неформальное видеоинтервью для портала «Семь на семь» на «Баркэмпе», и говорили вы в основном об аресте Никиты Белых. Как раз была тема, потому что как бы в Сыктывкаре очень к этому интересы много проявили. У них же аналогичная история. Ну, что логично. Да, у них аналогичная история сейчас развивается. И так как информации, информации-то и у нас мало, а у них тем меньше. Вот поэтому, конечно, был первый, единственный опрос, который к кировской делегации был задан. А получилось так, что приглашали-то несколько человек на это крылечко. Но согласились только вы. Да, согласился только я, хотя умные люди, в том числе и редактор «Эхо Москвы» в Кирове Светлана Занько, меня от этого дела отговаривали по определенной причине. Но я потом посмотрел, получилось так, что, несмотря на усталость, после жаркого солнечного дня, как бы это уже вечером было, и обилие комаров и прочих кровососов, все получилось нормально. Только единственное, я зачем-то все время сижу, дергаюсь, себя бью по щекам. Ну, хорошо, что не ведущую. Ну, Николай, начало вашего разговора посвящено тому, что это то ли сигнал Медведеву, то ли сигнал жене Медведева. Юль, тут сразу надо сказать вот что. Тут как-то вот странно люди это интервью спринят. Я сразу говорю, что есть несколько теорий, причем конспирологических теорий. Потому что информации очень мало. Есть несколько фактических точек, на основании которых можно построить какую-то линию. Вот из всех этих теорий, которые есть, там, ну, это либо борьба спецслужб, там, либо страшная месть женская, либо что-то, еще много разных теорий есть. Либо это удар по либерализму, вот. Наибольшее, как бы, совпадение с тем, что мы знаем, получает вот эта вот теория, как раз, которая, которую я изложил, именно сообщив, что это именно не мое личное, скажем так, мнение полностью. Но это то, что, мне кажется, наиболее близким. Но при чем здесь жена Медведева? Так вот, мне сейчас придется просто объяснить нашим слушателям, почему здесь собственно все жены. Придется объяснить, Николай. Дело в том, что, насколько вот сейчас известно, скажем так, в околополитических кругах Москвы и Питера, нашим следующим президентом будет Дмитрий Анатольевич Медведев. В 2018 году мы все дружно проголосуем за него, и я думаю, ничего плохого в этом нет. Почему? Ну, понятно, потому что сложная внешнеполитическая ситуация, и нужен человек, который умеет разговаривать с лидерами западного мира. А Путин не умеет разговаривать? Путин в данном случае, он ведет очень такую, может быть, даже правильную в настоящий момент политику, жесткую. А нужен человек для переговоров на вроде Михаила Сергеевича Корбачева, вот такой, знаете, вот, такой, который ручки так распахивает, пиджачок раскрывает. Не знаю, я в 85-м году только родилась. Вот. Ну, нужно стать почти одновременно с перестройкой. И поэтому, как бы, идет такая тема, что в 2018 году будет избран Дмитрий Анатольевич Медведев, но есть у него один недостаток. Как, кстати, и у Михаила Сергеевича Корбачева. Жена? Это не то, чтобы жена. Жены у них прекрасны. Раиса Максимовна была изумительная женщина, царство ей небесное. А Светлана Медведева, не знаю, это очень красивая женщина, я думаю, очень умная. Но дело в том, что свойство-то не у жен, свойство у мужей. Оба этих мужчины очень ценят своих жен и к ним прислушиваются. И иногда прислушиваются по очень серьезным политическим моментам. В частности, считается, что некоторые свои решения Дмитрий Анатольевич, будучи президентом России, и принимал как раз под неким влиянием своей супруги, в том числе назначение Никиты Юрьевича в Беллыках. Было произведено в Кировской области по ее, скажем так, протекции. Почему уж это так, я не знаю. Многого она мне рассказывает, многого мы не знаем. И, соответственно, так как президент страны должен принимать решения только в интересах страны, которой он руководит, а ни в коем случае не в интересах каких-то людей, которые находятся вокруг него, в том числе его жены. Кстати, Владимир Владимирович с женой развелся. И вполне возможно, что по тем же причинам. Потому что возможно, что жена пыталась ему что-то подсказать. Я говорю, возможно, предполагаю. Поэтому этот сигнал очень простой, что Дмитрий Анатольевич очень хороший человек, мы вас сделаем президентом, но не всегда ваша жена подсказывает вам правильное решение. И вот Никита Юрьевич Беллык тому пример. Понимаете? Вот вы его назначили, а он какой? В Лефортове сидит. Вот почему эта собственная теория такая возникла. А на самом деле она имеет и начало, и продолжение, и концовку. Это довольно-таки длинная тема, которую я, собственно, на креечке рассказывал 20 с лишним минут. Ну, я на самом деле, да, послушала все ваше интервью. Когда я услышала эту конспирологическую версию про жену, я сначала подумала, что вы шутите. А потом поняла, что нет. В совмещении с моей Леной Соловьевой тоже сначала так смотрела на нее с улыбкой, а потом, если заметить можно, она все сильнее и сильнее напрягалась, и даже как-то стала немножко от меня отодвигаться. Нет, я не шучу, потому что я не считаю, что это какой-то удар по либерализму, например. Потому что Никита Юрьевич, собственно, уже не был либералом, он уже был типичным путиноидом. Уже к середине своего первого срока. То есть нельзя быть губернатором и быть либералом. Потому что когда он стал говорить о необходимости государственного регулирования экономики Кировской, все стало ясно. Это уже не либеральные идеи, то есть он уже от них ушел. Когда он стал формировать общественную палату, то уже стало понятно, что это далеко не либеральный человек, потому что палата создавалась по каким-то странным принципам, не имеющим ничего общего с общественностью, скажем так, и так далее. То есть это нельзя назвать ударом по либерализму, разве что, может быть, его наказали за то, что он не слишком либерал, понимаешь? То есть он как бы вот такой вот... Неопределившийся такая версия тоже есть, но я как-то не сильно ее рассматриваю, это уж совсем очень тонко. И если посмотреть, да, получается, что несколько совпадений, которые привели его в этот ресторан московский, и к этой вот сумме денег, которая лежит на столе, а этот случай был просто использован. В том числе, как сейчас говорят, что борьба с спецслужб там идет такая-то. Это все происходило одновременно. Вы, кстати, в борьбу с спецслужб верите, что ФСБ и ФСО друг с другом... Юля, дело в том, что в данном случае и ФСБ, и ФСО, и какие-то еще структуры, они ведь предпочитали бы иметь президента Путина пожизненно. Потому что это человек сильный, который очень хорошо работает с силовыми структурами и помогает им всемирно. В то время как перед Дмитрием Анатольевичем прошло сокращение определенное, сужение каких-то функциональных обязанностей и прочего-прочего. Дмитрий Анатольевич не ястреб. То есть для спецслужб он не очень выгодный президент. Поэтому вполне возможно, что здесь эта линия, эти две линии пересеклись. Вообще пересеклось много линий. Потому что в том числе, не надо забывать... На перегрестке которых почему-то оказался Никита Юрьевич, который никогда не был чиновником, он всегда был предпринимателем, бизнесменом, он всегда был человеком такого спекулятивного мышления, никак не экономического, не хозяйственного. И тем более не бюрократического. И поэтому правил этой игры он до конца никогда не понимал. И собственно на этом вот поле, на чужом для него поле, его вот так вот с нескольких сторон, так бух-бух-бух-бух-бух, все совпало. И получилось вот так вот. Ну слушайте, вы вот в статье, в материале «Товар, деньги, товар» вы несколькими экспертами собирались, обсуждали последствия для Кировской области, этой всей истории. И вы высказали мысль о том, что если бы его не арестовали, то его бы все равно сняли. И приводите рейтинги в доказательства. Я привожу не в доказательства, я просто беру цитату из пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина Пескова, где он говорит, когда ему сообщают о борисе Белых, он говорит, а собственно, что удивительного, вы смотрите на рейтинги. Он так сказал. Его фраза была приведена сообщением и так. А так как я на эти рейтинги всегда смотрю, ему много раз они здесь беседовали в этой студии, да. И я всегда говорил, что ситуация-то в этих рейтингах очень нехороша для Кировской области. Нет, но мало ли в России губернаторов с низким рейтингом? Дело в том, что губернаторы с низким рейтингом постепенно выбывают. Они теряют свои места. Из 20 губернаторов, которые были в последней тройке рейтинга, в Урго 14-е места уже потеряли. Никита Юрьевич уже 15-го, он еще не потерял, но он будет 15-го. То есть это рейтинг, который ведет господин Костин, высокопоставленный сотрудник администрации президента. Считается, что это, собственно говоря, там оказаться в средней десятке, это уже близко к приговору. Никита Юрьевич как раз туда попал. Попал. То есть в итоговом рейтинге за 15-й год он находился на, еще где-то на 73-м месте, а в следующем уже ушел-то вообще глубоко восьмой десяток. Это сигнал для губернаторов на съемку. Вы считаете, что это некий такой придворный рейтинг, да? Я думаю, что люди, которые трейтинг составляют, и когда идут в составление вот такого рода рейтингов, то есть где очень много позиций учитывается, опрос экспертов и инсайдерская информация из властных структур, вероятнее всего уже информация о том, что что-то с Никитой Юрьевичей должно произойти, она уже была. Поэтому он стал опускаться вниз. И по большому счету все совпало. Я писал даже в журнале еще весеннем, да, еще до всей этой истории о том, что где-то, видимо, в мае должна состояться отставка Никиты Юрьевичей. Вот по моим подсчетам, вот как раз исходя из рейтингов, но она состоялась в июне. Не состоялась, точнее, а вот это произошло в июне. То есть можно было это понять даже без уголовной истории. Слушайте, а вот говоря о том, что же все-таки на самом деле произошло, да, вы говорите, что Никита Белых оказался на стыке вот этих всех, что... Несколько историй. Историй, да. Несколько историй, да. Но вы ничего не говорите про взятку. Про взятку вы не верите? Дело в том, что как таковую, что это была взятка, я в это не верю. Потому что для губернатора, для человека такого масштаба, 240 тысяч евро, а там было всего 150 бутылка вина, да, это не уровень получения взятки, да, это что-то другое. Поэтому как бы вот в эту же опять вот линию очень хорошо вписывается история со строительством Никиты Белых храма. Он же объявил о том, что... Он сначала объявил, насколько вы помните, про часовинку, потом он сказал, что... Посвящался с церковным руководством, ему сказали, что это чудо, во имя которого он хочет возвести часовинку, оно стоит дороже, это храм должен быть, а храм стоит 40 миллионов рублей. Соответственно, ему потребовались деньги, я полагаю, так, для строительства этого храма, и это, скорее всего, было, как он полагал, часть этой суммы. Но здесь наложилась другая история, история взаимоотношений с НЛК, да, которая не очень добрая, потому что господин Лорицкий уже сидит в тюрьме, Зудхаймер ходит на допросы, и, по-моему, тоже, вероятнее всего, там может оказаться. И они, так как полагают, что их должен был прикрывать и защищать Никиты Белых, а он их, видимо, не защитил, то они под видом того, что да, Никита, мы тебе поможем, мы дадим тебе денег на храм, да, вот, принесли ему деньги и одновременно сдали его, сказали всем, что это взятка. И, вероятно, все было так. Вот у нас сейчас 17 минут, у нас должна быть сейчас реклама, да, кивает звукорежиссер, нам нужно с вами, Николай, ненадолго прерваться. Я напомню, что это особое мнение главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николая Горикова. Мы ненадолго прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в студию, это программа «Особое мнение», и сегодня свое особое мнение высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Гориков. Здравствуйте еще раз. Да, и снова здравствуйте. Николай, есть свежая новость на сайте эхакирова.ру о том, что Никита Белых решил жениться в СИЗО. Ну, это, надо поздравить Никиту Белых, во-первых, когда люди женятся, это всегда хорошо. Почему же сейчас? Ну, вполне вероятно, это могло произойти и позже, но раз уж так получается, и пока он еще в доступе, потому что, чтобы, мало ли, вдруг его осудят и отправят куда-нибудь в отдаленную колонию, не так удобно уже было бы жениться. Так что они правильно делают. Пока это можно сделать в Москве. Ну, как? А во-вторых, это определенная демонстрация со стороны его невесты, того, что она действительно его любит, она хочет связать ему свою жизнь, даже несмотря на то, что он сейчас находится в статусе арестанта. В России это, кстати, принято, да. У нас, если помнишь, у Ледника Вязина, да, у нашего болотника, да, та же история была, и это очень красиво. В сайте хакерова.ру сообщает, что предполагаемая невеста это выпускница Филфака МГУ Екатерина Рейферт, и должна была свадьба состояться сегодня, но следователь пока не дал своего согласия. Это сообщается со ссылкой на канал РЕН-ТВ. РЕН-ТВ сообщили, об этом, да, я читал эту новость. Понимаешь, как бы там также сообщается, что они познакомились весной этого года, это в социальных сетях, и опять же, если говорить о конспирологии, это очень тоже многое поясняет, потому что это поясняет первопричину, первопричину того, смотри, ведь началось все с чего, Никита Юрьевич похудел. Он за три дня вдруг неожиданно решил похудеть, причем сама понимаешь, что он говорит занятиями спорта, за три дня занятиями спорта ты не похудеешь. Это исключено. Николай, вы настолько пристально следите за Никитой Белым, что знаете, что он за три дня похудел. А фотографии Никиты Юрьевича фотографии появляются регулярно, он все время публичен, он все время появляется где-то, и вот в какой-то момент он в прежнем весе, в какой-то момент он в новом весе. Сначала он теряет 15 килограммов, потом 20 с лишним, потом уже 30 с лишним, то есть идет неуправляемый процесс. Как выясняется, Никита Юрьевич болен сахарным диабетом. И худеть вот такими, либо химическими, либо хирургическими методами, ему, скорее всего, не надо было. И он попадает в очень сложную ситуацию, то есть он практически оказывается в реанимации, после чего, после чудесного исцеления, решает по этому случаю поставить часон. Понимаешь, в чем дело-то? Его горнули практически с того света, потому что его организм не ожидал того, что вот это вот, его попытка похудеть. А почему он решил похудеть? Ну, он же влюблен, там красиво, она очень красивая девчонка. Не такая, конечно, как вы, но красивая девчонка очень, и я его прекрасно понимаю. Тем более, она философ... Да, она философ, такая сторонница экологии жизни, да, и как бы вот в эту философию, в эту философию грузный мужчина не вписывался. То есть это любовь, это любовь... Это тоже конспирологическая версия, да? Да, это конспирологическая версия, но она опять же вписывается в эту... Как прожженым медведем. Да, откуда у нас появляется вот этот часовень, вот этот храм, да, он появляется из-за любви, это прекрасно. Вот, но немножко не рассчитал свое здоровье Никита Юрьевич, попал в такую переделку, и из этого уже дальше следует, ему потребовались деньги на храм, и он едет в Москву, все в тот же ресторанчик. Понимаешь, все любовь, это красиво. Ну, вот посмотрим, разрешат или нет Никите Юрьевичу жениться в СИЗО. Ну, значит, тогда он жениться позже уже там, либо выйдя на свободу, что тоже не исключается, вот, либо... А какое развитие событий, кстати, Николай, вы предполагаете, потому что вот Никита Юрьевич находится в СИЗО с памятного, наверное, всей Кировской области 24 июня, сегодня больше месяца прошло, но, по большому счету, развития событий никакого нет. Так дело в том, что сейчас сам Никита Юрьевич в этом развитии событий не участвует, потому что, скорее всего, идет работа с документами, со свидетелями, с какими-то еще вещами. Он почему оказал в СИЗО? Потому что, полагая то, что губернатор имеет достаточно много полномочий, чтобы влиять на ход следствия, да, на каких-то свидетелей, на каких-то людей, которые находятся от него в подчиненном положении, его просто изолировали вот от этих контактов. Вот. Он не нужен следствию, но он не нужен им на свободе. Поэтому он находится в СИЗО. Это вполне такая используемая практика, да. Вот. Конечно, никто не боится, что он сбежит за границу, просто полагает, что он сможет влиять каким-то образом на каких-то людей. И, ну, не то чтобы принуждать, а уговаривать их, может быть, чего-то не говорить, чего-то не договаривать и так далее. Ну, а почему его до сих пор тогда не сняли с должности? Здесь другой вопрос. И очень тоже понятный. Если сейчас снять Никитальевича с должности и назначить сюда в Рио, то этому в Рио автоматам придется отвечать за выборы в Кировской области в сентябре этого года. Он отвечает за губернатора у нас, за процент Единой России. Не, не подождите, у нас за регион всегда отвечает губернатор. Да, да. И если за два месяца до выборов сюда присылают человека, за два месяца он ничего здесь не может изменить. Это исключено. Он новый человек совершенно. Получается так, что в сентябре, например, да, как обычно у нас традиционная Один Россия получает один из самых низких результатов. Кто должен за это ответить? Он? Так он здесь без году недели, понимаешь? То есть, если все будет так, выборы пройдут 18 сентября, те, кто сейчас у нас исполняет обязанности, то есть не будучи назначены президентом в случае неудачных выборов, понесут ответственность и красиво назначат человека. У него будет целый год до следующих выборов, чтобы войти в курс дела, расставить везде нужных людей. И уже совершенно спокойно пойти на выборы в 17 сентябре. А подождите, как в эту концепцию укладывается то, что вы говорили, кажется, в одном из ваших интервью, что в конце июля нам назначат варяга? Нет, про варяга-то я как бы не отказываюсь, безусловно, назначить варяга, потому что никто здесь больше другой не справится. Но вы отказываетесь про конец июля? Про конец июля, да, потому что изначально была все-таки вер... Несколько, понимаешь, нуль июля, это все время версии, да, все время версии, они все время меняются, потому что мы так же ждем, 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 смотрим, ли, какую-то реакцию, что-то еще. Был ведь вариант и совершенно другой, что его могли, на самом деле, назначить раньше, уже в этом сентябре избрать. Такой вариант тоже был, но потом, как бы, по здравому рассуждению, а на самом деле, что человек сделает за два месяца? Он даже, может быть, избраться-то не сможет за два месяца. Он же не укоренен, он неизвестен. Так, может быть, здесь тогда просится другая конспирологическая версия? Что Никита Юрьевича отпустит? Нет. Слушай, ну... Подождите, нет, подождите, у меня была другая версия, что не варяга назначат, а своего кого-то. Нет, нет, своего сюда не назначат, это исключено. В эту область нельзя назначать своего. Почему? Она и так уже слишком вся своя, понимаешь? Она уже слишком своя. И, кстати, вот Никита Юрьевич, отчасти, почему ты говоришь, вот так вот он глупо попался, да? Потому что он понял, что в этой области все уже везде схвачено. Здесь все спокойно, здесь все у всех под контролем. Здесь все поделено, размеренно, этому-то, этому-то, этому-сё. И все живут в полном согласии. Но из этого полного согласия область не развивается. Поэтому нужен человек, который это согласие нарушит. Понимаешь? У нас вместо межелитного мира возникло сращивание элиты власти. Вот это очень плохо. Ну, подождите, когда вот Никита Белых только пришел, все говорили, что у него не получилось договориться с региональными бизнес-элитами, что у него не получилось объединить их вокруг себя и так далее. Основные элиты региональные, потратив немало средств и времени, все-таки, скажем так, вошли в доверие к Никите Юрьевичу. И к этому году, вот к маю этого года, наблюдался абсолютный мир и согласие. И вот как раз именно то, что нужно нарушать. То есть, когда уже представители бизнеса стали сравнивать город Киров со своей квартирой, куда они ставят холодильники, которые они покупают, это уже ненормально. Это должно быть прекращено. Понимаешь? Вы намекаете на Валерию Васильевичу Крепостнову. Я не намекаю, я называю фамилию Валерию Васильевичу Крепостнову. Это такой же человек, как и я. Я могу называть его фамилию так же, как он может назвать. И на установку колеса обозрения. Ну, на неустановку, скажем так. Да, на неустановку. На неустановку колеса обозрения, да. И не только колеса обозрения, а вообще каких-то проектов, которые замышляются где-то в кабинетах, а потом, без всякого согласования с людьми, которые в этом городе живут, говорят, мы сейчас сделаем, да. Это ведь неправильно. И вот это же ощущение своего такого, знаешь, такого полновластия. Я здесь хозяин, да. Я тут что хочу, то и ворочу. Вот оно Никита Юрьевича погубило. Он так же точно был, будучи уверен, что он как бы, как жена Цезаря, выше всяких подозрений, да. Он совершенно спокойно, ни о чем не думая, поехал брать наличные деньги в Москву. Это вот и будет. Вот вижу заявление Алексея Венедиктова о том, что президент обязательно отстранит белых. Он, безусловно, его отстранит, потому что, я сразу говорю, сама по себе даже вот картинка, да, которую нам поняли, наличные деньги и губернатор, это вещь несовместная. Вопрос только формулировки статьи. Либо это будет взятка, либо это будет превышение служебных полномочий. Вы на что ставите? Я думаю, что это будет превышение служебных полномочий. Я думаю, все-таки да. То есть это версия, которую сам Никита Юрьевич придерживается, вот он о том, что он собирал деньги для каких-то благих намерений. Но я полагаю, что все-таки речь идет о строительстве храма, с наличными деньгами как-то старается с пожертвованиями работать с наличными. Эта, скорее всего, версия будет принята. Так как нарушение в любом случае есть, преступление есть, то он будет осужден. И срок будет, скорее всего, небольшой, а может быть даже и условный. То есть он заплатится. Ну, там штраф уже присуждается и прочее. Он все это вполне способен заплатить и будет же долго и счастливо, чего я ему желаю. С молодой, красивой женой. Ну, с другой стороны, вот если взять того же Гайзера и соседнюю нам республику Коми при обысках в домах находили какие-то невероятные часы золотые, деньги. Все нам это показали по Первому каналу. Вот в нашей истории, в Кировской, ничего этого нет. Я говорю о том же самом. Этого нет. Есть только губернаторы деньги, но это уже нарушение. Ну, да, губернаторы деньги на столе это, наверное, не есть хорошо. Это несовместимая вещь, еще раз говорю. То есть это сам факт вот этого, что губернатор получает наличные деньги, это уже какая-то из уголовных статей. Ну, я на самом деле предлагаю, наверное, сейчас снова прерваться на рекламу. Да, мы прервемся, прервемся и через пару минут вернемся. Я хочу обсудить с вами появление букмекерских ставок на политические события в России. Кстати, хорошая тема, да. Мы возвращаемся в студию. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков, и это его особое мнение. Да. Итак, Николай, мы продолжаем. Новость появилась неделю назад, но я не могу ее с вами не обсудить, потому что, по-моему, это вот прекрасно в своей сюрреалистичности. Один из крупнейших букмекеров, Олербет, начал прием политических ставок. Среди возможных ставок сколько лет дадут убийце Бориса Немцова, сколько лет дадут Никите Белых. Есть ссылка, где можно посмотреть весь перечень ставок. Я туда сходила и, если честно, поразилась. Какие ставки по Никите-то хочешь? Есть? Ну, вот по Никите Юрьевичу ставки есть. Я на самом деле на память не помню. Я вчера просто туда зашла, слегка обалдела. А, нет, почему, почему? Есть, да? Есть, есть. Один в восемнадцать и варианты условный срок, да? То есть, как нереальный практический вариант. Вот, один с собой лет тоже один к восемнадцати. Варианты менее пяти лет один к одной и восьми. Ну, это практически, то есть, они полагают так же, как и я, что вероятнее всего срок будет менее пяти лет, то есть, который там зачтется пребывание в Рефортове, условно-засрочное освобождение за примерное поведение. Потому что есть же и смягчающие, но обстоятельства, безусловно. Хотя сейчас трудно говорить насчет отца троих детей, но все равно эти-то есть, вот. Ну, дети-то бывшими не бывают, в отличие от жёлтых. Да, да, я понимаю, да, но они должны быть на иждивении, в общем, дело, для того, чтобы было смягчающими на обстоятельство. А вообще появление такого политического тотализатора, это нормально? Ну, это должно было когда-то произойти. Вот насчет убийства Немцова, мне, конечно, немножко скребет, да, вот. Вообще убийство – это очень жесткая вещь, мне не очень нравится, когда на этом идут какие-то игры. А когда речь идет о преступлениях должностных, то почему нет? Почему нет? Если кто-то поставит, угадает и заработает на Никите Юрьевичу свой первый миллион, в этом дурного ничего не вижу. Понимаешь, Никита Юрьевич, когда делают спортивные ставки, да, делают спортивные ставки, никто не задумывается в том, какова цена победы либо поражения, например, в финале Лиги Чемпионов. Сколько это стоит? Сколько десятков миллионов команда получит либо не получит? Сколько тренеров будут уволены? Сколько они потеряют? Сколько потеряют игроки? И так далее. О том никто не думает. И вот это кончается часто и инфарктами, и инсультами, чем угодно. Но это считается нормально. Но вроде как ставить на спорт, да, как будто бы логично. Да, вроде как это спорт, как будто бы логично. А здесь, в принципе, ну, просто угадать одно из событий. Можно ставить на погоду, да, вот случится ли, например, дождь в Кирове в такое-то время. Никто ж не удивится, хотя этот дождь тоже может принести следом за собой, как в Москву там пришли, эти вся непогода, да, и сколько трагедик там превышло. Вот. Сама по себе система вот этих ставок, она, ну, кто-то к этому относится позитивно, кто-то нет. Вот я говорю, что меня ставки на Никиту Белых не смущают, то, что принимаются ставки. Меня смущает, может быть, то, что это вот только что сейчас появилось и раньше не было. Удивительно. Хотя от такого рода вещей, ну, понимаешь, если бы ставки принимались по делу оборонсервиса, то, наверное, никто бы не выявил. Да, потому что такого развития событий никто предсказаться не мог. Ну вот, будет ли Никита Михалков привлечён к делу Рау? Пройдёт ли партия Родины в Госдуму? Вот. Пройдёт ли партия Руста? Пройдёт ли партия Барнас? Пройдёт ли партия Яблоко? Вот, это вполне нормальная игра. Сколько лет дадутся участникам убийства Бориса Нельцова? Ну, слушайте, вот нет такого ощущения, что это, ну, не совсем этично. Я уже говорю, что сами по себе ставки даже на какие-то события спортивные тоже не совсем этичны, на самом деле. Особенно, когда вскрывается, что в некоторых ставках участвуют и сами игроки, и судьи соревнований, и так далее, от которых даже отчасти что-то зависит. Здесь тоже эти ставки могут делать люди, которые будут принимать решения, да. Тоже способ разбогатеть. Во всей этой системе, как в любой другой горной системе, есть определённая неэтичность. Но если мы признаём ставки на спорт, то почему не признать ставки на Никиту Юрьевича Белых? Тем более, что сейчас у него всё хорошо. Сейчас у него всё хорошо, насколько это может быть. Может быть даже хорошо, что он скоро перестанет быть губернатором, дай ему Бог здоровья. Он не губернатор, он не хозяйственник, он бизнесмен. Он получит своё, отсидит у него вот прекрасная жена, я думаю, у них будет всё отлично и хорошо, и он будет счастлив, наконец, и спокоен. Как Вы считаете, стоит ли нам ожидать громких отставок в нашем кировском правительстве? Громких в каком смысле? У нас очень тихое правительство, откуда громкие отставки. Хорошо, я имею в виду под громкими отставками. То, что в Коми, нет, такого не будет, конечно. Потому что в Коми там, судя по материалам, которые известны, там действительно действовала определённая группа, да? Здесь этого нет. Здесь правительство как бы ни при чём. Это личное дело Никиты Юрьевича. Просто отставки при новом губернаторе неизбежны. Я думаю, любой губернатор новый, он хочет работать с людьми, с которыми ему удобно, которым он доверяет, которые по его мнению профессионалу, поэтому отставки будут, безусловно. Каких-то вот таких громких, как ты говоришь, да? А что здесь может быть громкого? Ну, придёт новый губернатор, все как положено, напишут заявление об уходе по собственному желанию. Он будет какие-то рассматривать, какие-то улет, какие-то нет. Постепенно, в течение какого-то времени, он поставит всех людей тех, с которыми он будет хорошо работать. Кто-то останется, кто-то нет. Кто-то, понятное дело, что те люди, которые наиболее были близки Никиты Юрьевича, из числа его как бы личных друзей, они, вероятно, сами просто уедут из Кирова. Вот я имею в виду и Черчкова, и Яснина Борисов. Они не кировские люди, и с другим губернатором здесь просто нечего делать. Кто-то, вот взять Антол Ж. Александрович, Галина, Галицкого, или Алексея Александровича, Вершинина, они вполне могут остаться, министры какие-то, что-то еще. Почему нет? Но каких-то громких отставок, вот как вы вспомните, там... Но Вершинин ведь считается человеком белых. Ну, он местный человек. Он местный человек, и будут... О нем будут свидеть не как о человеке белых, а как о профессионале, либо не профессионале. Конечно. Если он спешно справляется с возложенной работой, то почему нет? Почему нет? Он вполне может остаться, я не исключаю. Разные варианты могут быть событий. Другое дело, что вот очень много институтов, которые возникли при Никите Юрьевиче, да, они будут, конечно, проверяться и насчет того, что как же там все-таки с деньгами-то стоять. У нас же есть много организаций таких, они... А до института вы имеете в виду корпорации? Я имею в виду корпорации развития Кировской области, там военно-историческое общество, там, которое чисто вот Никита Юрьевич курировал, да, там, да тот же Крик и так далее, где очень много интереса области и куда какие-то областные деньги уходят и непонятно, что с ними там в конце концов происходит. Мы можем судить только по отчетам контрольно-счетной палаты. Они поочередно проверяют и всякий раз находят какие-то очень интересные, неэффективные расходы, иногда очень даже значительные. Вот я думаю, вот эти вот организации в первую очередь ревизии будут подвергнуты, потому что это вот какой-то элемент такой вот вывода денег для каких-то других целей. А сами люди в правительстве, кто-то уйдет сам, кто-то будет поменен. Но я не думаю, что это будет громко, я думаю, это будет нормальный рабочий процесс. А вот, кстати, по поводу экономических последствий для области, хотела спросить. В вашем же журнале «Товар, деньги, товар» есть мнение экспертов. И вот Николай Пихтин говорит про Никиту Белых, что его знали все чиновники, его авторитет был высок, именно под это он получал деньги, реализовывал какие-то проекты. Инвесторы приходили в область под его имя и его гарантии, поэтому теперь нам следует ожидать спада. Согласны? В инвестиционной политике я не думаю, что мы следует ожидать спада, потому что, во-первых, у нас не было подъема. Вот. Дело в том, что сейчас все активно очень расскажут про некий рейтинг ОСИ, вот этого, да, инвестиционного стратегических инициатив. — Непонятным никому, мне кажется. — Да, никому непонятно. Дело в том, что ОСИ — это институт такой, созданный как внешняя вывеска, да, это мы создали такой институт для Запада, для Востока. Это какой-то, как бы, прогрессивный институт, который для них показывает, что у нас тут все хорошо. Вот. А реально, вот если говорить об инвестициях, да, опять же вернемся к тому же, с тем же рейтингом, да, специально при этом журнале. — Ну, давайте вернемся к рейтингам. — Специально при этом журнале. — Вот здесь такое рейтинг, а здесь такое агентство политических и экономических коммуникаций, им руководит Орлов, член высшего совета партии «Единая Россия», да. Вот. У нас по инвестиционному климату 72-е место в России по эффективности работы в этом направлении. 72-е — это восьмой десяток регионов. А о каких успехах, Никита Белых, мы можем говорить, при шокрении были 60-е. Сейчас мы 72-е. Понимаешь? То есть каких-то успехов в инвестициях нет. Эффективность отношений с центром — одна из главных функций губернатора, вот где пишет, где говорит Николай Пихтин, что у нас там все его знали и все. Так вот, эффективность отношений с центром оценивается 71-м местом в России. Понимаешь? Да. То есть, на самом деле, это очень не в процентах, это 47%. То есть в отличие, скажем, от президента стопроцентного Татарстанского, который сто процентов эффективно работает с центром, да, у нас 47%. Поэтому работает в два раза менее эффективно с центром. А эффективная работа с центром, она, по вашему мнению, что подразумевает? Включение денег? Да, она подразумевает привлечение федеральных денег. Потому что бюджетные деньги всегда — это основа инвестиций. Это всегда самая надежная и верная инвестиция — это работа с бюджетом. А у нас главные инвесторы, знаешь, кто, Юль, в Кировской области? Те, кто складывают деньги в строительство квартир. Более 20% инвестиций в основной капитал в Кировской области — это средства людей на даревое строительство. Это главный наш инвестор в Кировской области. О каких успехах мы говорим? Люди инвестируют в Кировскую область, жители, а вовсе не какие-то там вот эти привлеченные кем-то. Ну, мы уже всегда говорим о том, что человеческий капитал — это наша главная инвестиция. Поэтому по инвестициям, скорее всего, наоборот, следует ожидать оживления. Если придет варяг, если варяг будет вписан в систему, единорожскую систему, то есть он будет полностью человек власти, то я думаю даже в порядке поощрения какого-то этого человека согласиться в этот область поехать. Страшно. Ой, ужас. Мы так на минуточку здесь живем. Да, я знаю. Мы здесь живем, поэтому видим, что происходит. Мы бедно живем, плохо живем. Человек, который сюда согласится поехать, его должны, конечно, из центра поощрить и послать ему вслед пару толстых дядек с кошельками. С умками уже тогда. Ну или там с коробками для обуви, как у нас недавно тут обнаружили одного из чиновников. Поэтому по инвестиционной политике я ожидаю, наоборот, повышения. А вот те проекты, которые были завязаны на Никите Юрьевича лично, о чем, собственно, мы говорили на экспертном совете, что они проговаривались с Никитой Юрьевичем, обсуждались с Никитой Юрьевичем. Потом они долгое время готовились в больших организациях. Там же надо много бумаг, много всего, цифр. И вдруг оказывается, что Никита Юрьевича-то нет, а новому человеку надо снова все это объяснять, снова договариваться, почему этот проект местной крупной конторы важен для области и нужен. Это, да, это потеря времени. И для развития определенных структур в Кировской области это, конечно, тормоз. Но я думаю, что какого-то скачка вниз не будет. Потому что ниже уже некуда. Да, определенная стагнация, связанная со сменой власти, она произойдет. Потом все выправится и все-таки надеюсь, что станет лучше. Я надеюсь, что станет лучше. Николай, скажите, вы вообще замечаете, что у нас сейчас в Кировской области идет самая активная фаза избирательной кампании? Безусловно. А вы замечаете? Я немножко нахожусь внутри. Я знаю много историй, которые я не расскажу. Она идет очень активно. На самом деле это очень веселая избирательная кампания. Это даже неожиданно. Веселая чем? Ну вот, я не знаю, может быть, я где-то не там ищу, но я как-то не замечаю, что у нас вообще избирательная кампания идет. Ну, во-первых, еще... Кроме заказных материалов на Кировских сайтах. Еще есть только стадия регистрации кандидатов, регистрации списков. Еще не все зарегистрированы. Еще не все имеют право начинать даже вот эту агитацию на... Такую вот, знаешь, не в СМИ, а вот на этих... На городских улицах там в форме листовок, в форме чего-то. То есть еще пока она в зачаточной стадии кампании. Она всего-то у нас длится недолго. Вот она вот-вот сейчас начнется. А почему же она уже веселая? Чем она веселая? Ну, она веселая даже на уровне того, какие списки объявлены партиями, да? Какие вбросы пошли уже черненькие, такие по разным фигурам. Это вообще забавно. То есть такого черничка на этой стадии не было уже, наверное, вот с третьего года. То есть я думаю, что дальше будет веселее и интереснее еще. А пока еще порано об этом говорить. Но будет очень сложная кампания для всех. Для всех совершенно. Потому что много неожиданных фигур, которые еще неизвестны, будут ли они зарегистрированы, либо нет. Некоторые уже точно будут зарегистрированы. Тот же Сураев в списке с провороссов, тот же Чурин в списке коммунистов. Это очень сильные фигуры, которые, знаешь, вот как черные дыры в космосе меняют гравитационное поле, да? Вот точно так же эти фигуры способны изменить очень сильно выборный расклад. Чисто за счет вот своего бэкграунда, за счет своего авторитета. Вот по поводу Василия Сураева у меня отдельный вопрос. Зачем? Какая логика этого поступка? Логика очень проста. Почему он присоединился к справедливой России? Чем так привлекательна должность депутата ОЗС, что надо вот сделать так? Василий Куприянович – это очень полезный депутат ОЗС. Ему надо там работать. Ему надо там работать. Нет, я его уважаю безмерно. И он может принести очень много пользы и, во-первых, нам всем, потому что, будучи депутатом, он очень активно занимается темой того же фальсификата. Да? Ему нужны эти полномочия, чтобы эту тему двигать выше, чтобы наконец принимались какие-то законы, в том числе по ограждению нас от некачественной продукции. Он в этом заинтересованный как бизнесмен и как человек. И мы в этом тоже заинтересованы, да? Соответственно, ему надо быть там. Это очень полезный депутат ОЗС. Но если его родная партия, которой он додал немало лет и немало денег, поверь, он содержал аппарат за свой счет, пока он работал секретарем. Никто ему не помогал. Я верю, что любая партия, особенно обманившая, требует денег. И когда в этой партии начинаются такие игры закулисные, где как бы он тихонько начинает выдавливаться, да? Когда его инициативы не поддерживаются, хотя он руководит фракцией, да? Точнее, руководит комитетом, руководит. У него и возникает, конечно, такая тема. Я же говорю, дело, я же предлагаю дело. Почему мои товарищи меня не поддерживают, да? Ему не было другого выхода, ему пришлось. А для того, чтобы избраться в ОЗС, например, самовыдвиженцем, всегда есть риск. А почему нет? Тебя зарубят на этапе сбора подписей. Там такая хитрая проверка происходит, что человек может быть любой абсолютно, с идеально собранными подписями из двух запятых отлететь в сторону. А справедливая Россия дает ему возможность без сбора подписей стать кандидатом. Поэтому он сделал правильный политический шаг. А как вы оцениваете Димарша Олега Дарьяновича Валенчука? А в чем его Димарш? Ну хорошо, не Димарш, но из одномандатника. А он, по-моему, и борется по одномандатному округу. Он возглавляет список Димар России. Да, одно другому не мешает. У нас, слушай, у нас Валерий Николаевич Туруло, да, он в списке строителей в России состоит. А при этом возглавляет еще список Родфронта. Да, это совершенно никого не смущает. Опять же, я считаю, что Валерий Николаевич тоже полезный депутат УЗС. Он создает там движуху, он там должен быть. И уж как он туда попадет? Я его поаплодирую, что он попадет по любому из двух списков. Валерий Николаевич безусловно полезный, но хорошо, вот по самой партии, я имею в виду сейчас Единую Россию, не бьет то, что Олег Дарьянович Валенчук возглавляет ее список в регионе. А чем это плохо? Он не в регионе, а межрегиональный список возглавляет. Ах да, простите, межрегиональный список. Он же это еще Архангель, Ненецкий ОПУ, КОМИ, Кировская область. Мне кажется, когда в Кирове, кировчанин так, Олег Дарьянович, насколько я помню, я его помню с 1976 года, мы с ним познакомились в 1976 году, довольно таки давно, он такой вполне себе кировский человек. И когда этот человек здесь становится фигурой федерального уровня, злобляет межрегиональный список. Чем это может ударить поединой России? Это только хорошо для ее авторитета. Поединой России гораздо сильнее ударит то, что они два года назад на выборах поддержали Никита Юрьевича Балу. Вот это по ним ударит гораздо сильнее. Потому что у коммунистов есть отличный аргумент. Вы его к власти привели, а он-то че? Понимаешь? Вот. Вы нам взяточники привели, скажут они. Ну, собственно, коммунисты уже активно рассылают подобные релизы. Это их час славы, этих пять минут славы. Так что они правильно делают. Я бы на них вместе поступил так же. Ну что, на этом я предлагаю закончить, потому что, как обычно, быстро завершилось наше эфирное время. Давайте еще на час останемся. Я боюсь, что если мы останемся, то нас отсюда просто выгонят. Это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Я благодарю вас за эфир. Юля, спасибо. Эфир для вас. Я Юля Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok